СПАРТАК У себя дома В уютном манеже Сокольников И знаете, я честно считаю, что 90 лет год Это год СПАРТАК, естественно Это год самый играющий Но, есть одно но Сегодня, например, нет Александра Руденко Болеет очень много народа Очень много ребят в составе Красно-белых Очень много больных Очень много Травмированных И у трудниковых числей Это, конечно, меняет игру СПАРТАКского коллектива Давайте о тех, кто не болеет О тех, кто готов играть В играх У Даниила Баринов Номер 22 Слева в защите номер 7 Илья Иванов В центре Даниил Петрунин Номер 4 Номер 31 Тургай Махбалиев Номер 26 Семен Лобозов в справдущике В центре поля Петр Болоткин Номер 14 И, если я правильно понимаю Будет такой стройный центр Семен Замыслев номер 6 Номер 9 Сергей Кузнецов 29 Максим Лорионов Он тут полагается Слева И номер 15 Даниил Лопатин Справа На правом фланге атаки Единственный нападающий Семен Беляков Номер 8 От него сегодня режет, я думаю Серьезная нагрузка В плане моментов Нужно быть реализован На замене у Подопечных Владимира Джубанова Только 3 человека Это Артем Мищенко Вратарь Это Максим Кукошкин Центральный защитник И поточник Дмитрий Батбров Петронин Махбалеев Вратарь Беляков Напрягнут Защитников Но Справились спокойно Номер 1 Владимир Цариков Вартах Химчан Номер 80 Денис Новиков 32 Иван Григорьев 27 Георгий Чумаченко Номер 2 Семен Егоров Защитная линия По защите 20 Богдан Лебедев 8 Игорь Цирин 99 Раду Скуарце Номер 15 Евгений Сифорин Номер 90 Родион Кривенцов И номер 10 Александр Кошин Георгий Шибашин Главный тренер Коллектива из Подмосковья Кузнецов Пас на Белякова Кузнецов Беляков отдал обратно Здесь нам должно не давать Здесь нам было бить И Кузнецов правило нарушает Ставьте Вот Знаете Какая ошибка Дерутся сюда А Прошу прощения Это не ошибка Это в протоколе указаны В футболке И гетро Красные Красные Да Беспорные А вот Почему-то не указано Спордел Немент Вышел звору Спокойно Баринов Иванов 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 с прической Иванов 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 Борьба в центре, крещи направо, Лебедев, кому-то перед чему непонятно, Володкин, Замышляев, Иванов, а что Замышляев пас? Лебедев придерживается, но ничего, продолжаем играть, мяч остался у красно-белых, Лобазев, Лопатин, пошел в обводку, лучший человек, ввел, Кузнецов, катает мяч красно-белый, Замышляев на левый фланг можно здесь переводить, Тургай, Вабалиев, снова Тургай, Майнас, играть, продолжать, Вабалиев, Замышляев, упирается на мяч, Замышляев, ух как, не жалей, не жалей друг друга, не те энергии, Кузнецов, подлево убирает, так вот, направо фланг, чуть-чуть не точно, и Лопатин, прошел в чене Лорионов, не смог мяч обработать и оставить в пуле. Петронин, тут при всем спокойствии вообще, Лопатин, ой-ой-ой, вообще какая Кузнецова, Лопатин это нормально, пас отдал абсолютно, здесь Петронин все спокойно, подчищает, Кузнецов, нарушения нет, игра абсолютно по правилам, а вот здесь уже Игений Сифорин, вне дозволенного действует, Лобазов, промо-фланги, навес, великого мяч не доходит, тут после этого выноса подойдет в штамгу боковых ворот, а хоть сзади, естественно, пределом и поле, никаких дополнительных очков, баллов, и, обращая, это не делается, это. Кузнецов, под этот троих отвезти не получилось у него, естественно, это уж более большое было скопление народа, Лобазов, Лопатин, навес, Беляков, не больше, что дару Белякова. Можно более ответственно относиться к таким моментам, может вообще не быть. Нет, у нас не пасывание. Руденко это довольно сильно, естественно, на игре прошло 7 минут. Снова вынос. Жабанов выговорит Белякову, а не Жабанов, естественно. Жабанов сам был подальше, поэтому ничего удивительного. Если это уже 100 угловая, я сейчас вороту тоже отправлюсь. В игру, введен в игру. Бетруня. Снова хорошо выносится на верху. Бабалеев. Беляков на право фланг. Лопатин, поэтому Бодку пошел. Кузнецов, 5 месяцев назад. Передом идет вперед, простреливает. Момент и дотягивается. Ротари еще добивать. Нет, не получилось. Ротари. Горочил Владимир Цариков. Кофе поставлено. Поставлено, не ксентировал, и фигукая ошибка. Удар. Владимир Коша решил. Таким образом, мячом распорядиться. В прошлом моменте Бирюков был близок к детям ворот, но Цариков не дал мячу за линию ворот закатиться. Махбалеев, Кузнецов налево переводить, не имею Кузнецов, вытыкается в защитника. А вот сейчас перевел, давно набережной Кларионов вещь оказалась. Сложно так актуально для приема мяча вообще. Ахимок, лава фланг, лобозов, Ивано справляется с оппонентом. Трунин. Не уйди, Трунин. Мало двигательной активности. Лобозов. Лобозов. Трунин. 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 Семен. Сильный его выстрел добивать. Не все равно. Ну а сейчас. И снова удары. Угловой. Цариков потащил. Углажный. Трунин. 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 Кстати. Он смотрит на территорию. Трунин. Труджей тоже, в принципе, петроф better with a hotpot. В различных продуктах габаритов. Эта передов very good inside of the condom. Ну, судяль. Ну это так, Петровнин обозначила все. Частерich. Труджей, типа удар был. Возлетел, какой то там, вверх. Не имел возможности опуститься в ворот. Кузнецов. Трунин. Я-и-и-и-и-и-и. Я все, вополе его понял. Ну, прошу прощения Петр Володки, это был капитан команды. Вот сейчас Кузнецов и Дургану в Балиеву. Приходится мяч Володки убивать, здесь нельзя было допустить, чтобы соперник до него добрался. Жубанов прогоняет Белякова центральной линией, и замышляю, что требуется, как только есть возможность, сразу атаковать. Сразу бегать, атаковать. Мурбалеев, Кузнецов, Замышляев, Володкин, Кузнецов разбежались хорошо, на лево фанга дать, но Белякова здесь не успеет. Сразу было видно, кряточка плохая от Кузнецова. И почему на лево фанга, непонятно. Там Лорионов открывался, и было, кажется, более перспективное направление атаки. Петеронин спокойно головой на Баринова. Атынь какой-то. Снова. Мурбалеев. И снова через Парафан. Через Зло Базовой играет больше, чем через... Зло Базовой через... Лопатин играет больше, чем через... Айсер Сайд. Беляков-то забивает, конечно, но по зоне не играет. Использует Спартаковцы больше правый фланг, где Лопатин, где левый, где Илья, Иванов и Максим Анарионов. Петеронин. Семь ищет верховый снимает. В общем, бог воздуха. Бог второго этажа. Беляков хорош нападал на фланги. Скорость. Хороший прострел. И забивать надо. Я чуть-чуть не успел к этому эпизоду и не успел поставить себе ногу, чтобы просто ткнуть оборота. Илья Куав. Семен Бурицы. Ищи я не тебя. Ой, торгай. Да, этот желтый можно получить. Нехорошо поступил. Нет, не угарит ничего. Обидно. Я просто занимаюсь свою позицию, где удобно. Махбалиев. Беляков. Лопатин на мяч попадает. И снова атака Спартака. С пол первого тема прошло. Уже Беляков представляет мяч. Петеронин в итоге подхватывает его. Кузнецов на левый фланг перевести. Если бы и нет. Все. Старается на коротке играть. Белый. Лопатин не доходит передача. И снова Махбалиев. Это говорит Баринову. На левый фланг нужно отдавать. Здорово играет его. Баринов. Ланов. Ну и пришли с ваут выбить. Хотя на правом фланге был Махбалиев из центра Петеронин. Не понятно, что такое решение Баринов. Ну, некая паника. Похоже на то. Хотя внешне спокойно Баринов. Петеронин здорово. Ларионов. Володкин. Он подсунул Ларионов по мяч. Володкин молодец. Здорово сыграл. Замышляев. Нужно разбегаться. Что-то не бежит. Беляков. Понимаю почему. Петеронин. Лобузов. Подачка. Замышляев. Ой, Ларионов. Принял неудачно. Снова подача. И здесь момент. Лопатин. Отогрев из партнера твой. Лобузов. Подкрывай ногами. Получилось. В турбомер. Малиев. Молодец. Какой. Петеронин. Уже и химик пытается его так развить. Получается скверно. Так далее. В турбомер. Подкрывай ногами. Опять. Путинцов. Нет. Тут так. Лилина. Бокудай. Нападай. Гульманчик. Будто гигборин его попадает. Лобазов, дальше можно играть, или на него фланг переводить, Баринов, Кузнецов, Ляев хорошо на Кузнецов, Кузнецов проходит одного, если налево отдать, так Кузнецов отдает и Лорионов. Зачем так сложно? Если честно вопросом, зачем так сложно это придумывать? Во-первых, у Лорионова был момент, это раз, во-вторых, там открылся Бирюков и два. Оба варианта прекрасные, но у Лорионов выбор самый сложный, я его выбрал принять, работать, наградать человека и потом пробить в дальний угол, да еще и не точно. Можешь просто потом не отказаться, не самый сильный состав у красно-белых сегодня, не нагоняет, фенчанин мяч нет. Снова от ворот. Можешь просто не отказаться потом моментов. Спартака и... Надо распоряжаться ими со стопроцентной вероятностью и играть обязательно красиво. Ушляев. Лево, но сейчас Лорионов, снова начали принимать. Надо смотреть на вес. Перекидывали на вратаря, у Цариков не имеет мяч. Все реагировали должно могло быть. Ванов. Петрунин. Перевод на правый фланг. В положении Вениглеб. Да и Лопатин мяч не обработал. Чем ворвало так, что тут вал полетел. Война с Царикова. Радуско Арция вперед направляет. Абе Тургалеев. Хотел упустить мяч за ваут, а приходится доигрывать этот призок. И в итоге все равно в поле остается снаряд футбольный. На лево фланг переводить быстрее. Молодец Кузнецов. Но не дошло передачи до Лорионова. Володкин был очень к месту. Лорионов разгоняется. Прокедывает мяч над защитником. Пробил вдоль ворот. Не получается ненавистнее стрелить. А Лодкин. Ах ты, не достаточная передача. Здесь успеть не нужно. Есть Махбалиев. И спокойно мяч Баринов забирает в руки. Баринов. Баринова. Петрунин. Мяч. Кузнецов. Махбалиев. Опять на правый фланг. Можно заранее передачу предугадать. Что-то больше не знаю, честно скажу. Хотя можно бронять все. Потому что обычно на слева фланга говорят Руденко. А если у него и нет. И Лорионов. Бизнес-испытается явно хуже. Замечу. Замечу. Не представляется, они не используются. Черный аут на правом фланге. И нарушение Павел. Пятка. Вот так вот. У-ю-ю-ю. Навалиев от желтокарщика. У нас была закаточка, здесь было больно, но и справедливо. Абсолютно. Фол на желтый тянул. Удар был такой очень холюский, только не помещуя по ногам. Но таким заниматься, собственно, нельзя. Штрафной. Навес. Петронин опять хорош. Все верховые мячи снимает. Классно. Ой, и еще желтая карточка. И снова на пятнадцатом номере Хим Чан. Метрос Лопатин. По-моему, выставился предупреждение. Евгений Сифорин. Сидорин, прошу прощения. Сидорин, конечно. Сидорин. Второй. Штрафной зарабатывает за минуту. Да, и получает Лопатину на желтую карточку. Вот так вот за две минуты движетый карточек. Сидорин! Чинов. Чинов. Сам Сидорин пошел пополнять штрафной. Скорее, в дальний угол, момент, доигрывать все, кто будет. Завершение правил. Петрунин. Полоткин. А вот здесь какой-то момент возникает, и… да, близко была. Сдох разочарования проносит все у нас. Отличный шанс. Отличный шанс. Сто процентный имел Александр Кошель, но не смог его реализовать. Держит сейчас за голову. Десогласованно здесь было. Петрунин, Морбалеев и Баринов. Из простого эпизода придумали голливой момент. Для соперника, естественно. Ну, ваше. Морбалеев. Заброс. Нет, не заморяет. Кузинцов. Пять минут до конца первого тайма. Петрунин. На Володкина. И перехвата черной. Петра в последний раз. Володкин. Здесь Венигорь снова. Снова можно забить Биряков, но и снова мяч не засчитает. Какая-раз-пущая забил, скорее всего, Данкашев хочет, чтобы взбал удар посыуска. В предыдущем моменте уже был динамичный, поэтому Румынин в предназначении не удостоверился. Цариков. Иначе этот мяч в очередной раз. Торионов. Трин соперника в нем сразу. Настеряна, надо с мячом расставаться. Потеря по этому произошла. Раунско-Арце. Румынский легионер. Химчан. Штраф. А есть какой? Баринов так забегал, что швартовый длилит из места. Но ничего, подъем обратно, все нормально. Пойдем. Пойдем. Для этого не начнут варианта для развития атаки. Играет с Ближним. Володкин. Петер на лево фланг. Ванов. Ванов там у Валеева. Атак снова в поиске. Поиски на лучшем продолжении атака. Поиски только на своей половине. Хорошо поискует. Поиски. Минал vole. Володкин. 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 Замышляя в пас не смог получить, а Ланов плохо отдал. Некрасиво было сыграно, сзади по ногам. И Лебедев получил вопросное предупреждение, я без отмашек. Но это в сторону Петрунина тоже можно сказать, что это Даниил. Ответил. После удара Багана. Не сильно, но тем не менее. Обалдело. Бабалеев, Петронин. Ходит пас. Болоткин, левый планк, Ларионов. Пострел. Когда ты вообще всех уходишь в итоге ваут. Эта Лопатина доигрывает эпизод до конца. Зачем доигрывал? Боум еще тебя ставит. Вопрос. Снова Кознецов. Снова Кознецов. Иванов. Варенов тащит вперед. Снова Кознецов. Снова Кознецов. Может быть в нормальном положении. Время, потому что не было. Красно Кознецов. Потому что было. Кричат в этом матче. В Томинале. Нет, решили быстренько разыграть. Не быстренько забросов. Все равно у Роско. Вроде бы есть просто ребята. Ему Балиев, Петронин, Добеляков. Вон, их дело. Посмотрим, как они дальше будут называть. Беляков, Семен. И другого нет. И есть атака на вратаре. Царик там лежит. Беляков встал уже. Ну, извините. Семен явно был неправ. Вратарской вратаре играть. Потому что нельзя. Стучит и раз крик. Неверно со стороны русского языка. Но что есть. Появилась вратарская на голкип. Чтобы не было однокоренных слов. Замешляев. Молодкин. Снова не дает порраться. Хорош Петронин. И тут либо нарушение правила? Нет. Удар будет. Расстрел. А кому? Куда? Если никого нет. Но доигрывать то можно. Обазов. И в итоге. Отворот. Опасно было. Белизнение на жизнь и насмерть. И Кривенцов. И Кошель. И на этом первый тайм завершен. Пока. 0-0. Кривенцов. 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 Кривенцов.